Здравствуйте всем! И снова я. Прогноз на выходные. 30 апреля, суббота. Новолюния в Тельсад связана с материальной стороной жизни. Мечтайте обо всем, что касается материального мира. О благосостоянии, о вещах, материальном комфорте, физическом здоровье. Мечтайте. Дальше определяйте с планами на будущее. Проявляйте настойчивость. Не оступайте перед проблемами, возникающими на пути. Будьте сильными. По поводу бизнеса. В выходные лучше отойти от вопросов бизнеса. При приходе в новый лунный цикл, все, что нужно, это завершить. Начатые процедуры, процессы. Поставить точку и нажать на кнопку паузы. Именно так стоит поступить в эти выходные. Отношения. Луна вышла из пламени и становится мягкой и терпимой. И в этот период важно проявить терпимость и преданность. Создавать атмосферу уюта и тепла в душе. Время реальных действий, а не пустых слов. Проходите от слов к делу. Воскресенье прекрасно подходит для заключения помолок и брака. И именно создание в этот лунный день семья будет крепкой, дружной и сполоченной. Супруги никогда не будут бояться сделать шаг навстречу своему партнеру. Диета. В субботу желательно побольше употреблять продукты, богатые кальцием и фосфором. Орехи, капусту, сухофрукты, сыр, творог, рыбу и другие. Солнечная энергия воскресенье живет на организме. Она активизирует его функцию и способствует полноценному усвоению практически любых видов пищек. В этот день вы можете придерживаться своих любимых детей. И даже позволить себе приготовить что-то более изысканное и вкусное. То, что вы любите, чем обычно. Сделайте вкусно, готовите, кушайте. Свет. Суббота черный, томно-синий, томно-зеленый, коричневый. Все оттенки серого света тоже подходят. Свет воскресенья. Это оранжевый, желтый, золотой. Второе. Нумерология. Эти выходные проходят под энергией справедливости и отчельничества. Эти силы учат нас отвечать за свои поступки. Учат законам причин и следствия. А также учат уважение к прошлому, опыту мудрецов и собственной жизни. В субботу лучше всего отдать долги, если они у вас есть. Очистить совесть. Попросить прощения у тех, кого вы, возможно, обидели. Это переносит покой в вашей души и сознание. А в воскресенье уделите время тишине для того, чтобы восстановиться, поразмышлять над тем, что происходит в вашей жизни. И сделайте выводы и просто отдохнуть от активности и суете. Ведь впреди наступает очень активное время, подарите себе отдых. Только отвечая за каждый пределенный шаг, можно до конца остаться самим собой. Продолжение следует...